Поставь лайк за 3 секунды и тогда ты будешь занимать только первые места во Fly or Die EO. Считаю! Раз, два, три! Совсем недавно я снимал ролик, в котором рассказывал про новые скины. И что же, ребятоньки, у нас произошло? Та-дам! У нас опять новые скины. Теперь нам добавили всего лишь два. Это Звездный Страж, выглядит он вот так. И добавили еще Демоническую Тыкву. Раньше у нас был просто Бомбардировщик, а теперь еще добавили Демоническую Тыкву. И отличаются они буквально, ну, тем, что у Демонической Тыквы подсвечивается лицо, а также какие-то ниточки добавлены. И, в принципе, все, больше никаких различий у них нет. Ну и, как вы понимаете, мы сегодня будем выбирать самый крутой скин. Это Звездный Страж. И, в принципе, внешне мне этот скин, ну, понравился. Он реально выглядит очень-очень даже круто. Ну что же, а нам надо, естественно, сначала эволюционировать до него. Поэтому мы будем потихонечку сейчас сливать наших вот этих врагов различных. Как видите, сейчас я уже за болотного монстра играю. И, попугайчик, давай-давай-давай, чуть-чуть осталось. Смотрите, вот какой нахал. Теперь нам остается просто тупо отравлять буквально всех. Кроме, естественно, своего клана Ил. Кстати, если ты еще не ступил в наш клан, обязательно ступай. Тебе надо просто перед ником написать две буковки. И и Л. И в итоге мы тебя не будем бить. Мы в итоге будем тебе, наоборот, помогать. И все у нас будет вообще дружно. И все будет чики-пуки. Ну и в итоге давайте мы будем выживать все-таки здесь, на локации с болотом. Потому что мы играем за болотного монстра. Он как раз-таки именно для этой локации и предназначен. Ой, я случайно только что своего отравил. Такое, ребятоньки, тоже, конечно, забывает. Поэтому, если что, не обижаемся, а просто понимаем. И смотрите, вот у нас тут Прайсон. Давай-давай-давай, журавль-журавль. Я должен тебя отравить. Но, в принципе, он слишком высоко отлетел. Поэтому он сейчас просто вот так, хоп, и в итоге слился. Теперь у нас еще немножечко больше очков стало. Очень хорошо. И смотрите, давай-давай-давай. Эй, стоп, серьезно? У меня крокодил застилил? Ребятоньки, я сейчас это вообще впервые увижу. У меня реально застилил крокодил мой килл. Ну и нам осталось буквально совсем чуть-чуть. Давайте я тогда добью наш опыт просто вот этой лягушечкой и вот этой рыбкой. Хотя, не, смотрите, не хватило. Давайте тогда сейчас мы еще вот этого гуся сольем, да, уточку. Так-так-так-так-так, иди-иди сюда до конца, до конца, до конца. И смотрите, все, это слив, это слив уточки, капец. И в итоге мы теперь эволюционируемся до пожирателей камней. А дальше нам надо будет кушать обычные камешки, потом мы полетим на локацию с яичками. Ну, в общем, сейчас эволюция будет скучная, поэтому мы уже включимся, когда мы уже будем на Фениксе. Там будет очень-очень даже жарко. Отличненько, вот мы уже играем за Феникса. Почему мне нравится за него играть? Потому что у него очень крутая способность. Как по мне, она очень удобная. Я просто нажимаю на одну кнопочку, и в итоге она срабатывает. А теперь мне надо просто тупо брать и вот так поджимать наших вот этих соперников. Так, смотрите, наша снежная совушка пытается, как-то пытается пробраться вот на эту водичку. Но в итоге у нее это не получилось. Я все равно стал хитрее и в итоге обвел ее. О, смотрите, тут у нас вообще джекпот. Тут у нас Вовик, вот такой, играющий за нашего ворона. Я его взял, вот так подпалил. Отличненько, надеюсь, что он не успеет. И в итоге, да, он не успел. Теперь мне остается буквально совсем чуть-чуть. Можно либо же, опять-таки, послевать наших ребяток. Можно дождаться босса. Но босса это слишком долго будет ждать. Поэтому я, наверное, просто возьму и вот так совушку вот эту подожгу тоже. И в итоге получу нашу заветную эволюцию. Так-так-так, вот смотри, смотри. Хотел-хотел все-таки от меня удрать, но от меня, от этого самого злобного феникса никуда не удерешь. Все, замечательно, друзья. У нас, получается, осталось, ну, совсем чуть-чуть. Это вообще издевательство какое-то. Сейчас мы тогда возьмем, наверное, слопаем вот этого пингвиненка. Ну, пожалуйста, хоть бы хватило. Нет, опять-таки не хватило. Что ж такое-то? Это вообще, друзья, какая-то полная подстава. Блин, осталось-то совсем чуть-чуть. Я думаю, надо бы все-таки кого-нибудь здесь поприжмать. Смотрите, опа, 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 опа. Ну, давай, 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 срабатывай, срабатывай. Эх, смотрите, очень жалко, что у меня сейчас не готова была моя способность. И в итоге я не успел взять и забрать вот эту жопу слона. Но зато тут у нас пролетает вот такая бордовая птичка. Мы сейчас будем пытаться тогда забирать как-нибудь ее, да? Так, все, отлично полезло в воду. Мы теперь вот так ее опять поджигаем. И, наверное, я просто вот так ее поднимаю, чтобы она не успела добраться до водички. Все, замечательно. У нас теперь имеется космическое насекомое. И получать дальнейшие эволюции. Они довольно-таки простые. Нам надо кушать вот эти желтенькие яички, сражаться с скорпионами, иногда покусывать нашего космического паука. И, в принципе, все. Поэтому я сейчас буду именно это и делать. Ну, этап с космосом уже позади. Теперь я играю за, опять-таки, нашего смешного призрака. Тут, кстати, смотрите, у нас имеется Ил Влад. Он играет за космическую летучую мышь. А это уже даже серьезный результат. Я, когда заходил на этот сервер, у нас вообще не было ни одного топа, который был с нашего клана. А теперь, если мы посмотрим, мы видим то, что я тут на восьмом месте. Ил Ангелочек у нас на шестом месте. И еще есть Ил Влад, который сейчас только что со мной летал. Он на десятом месте. Слушайте, ребятоньки, я думаю, что это вообще очень-очень даже неплохо. Ну, а мы тем самым временем кушаем нашего вот этого зомби-босса. И в итоге получаем эволюцию нашего призрачного жнеца. Тут у нас, кстати, Настя Ил. Сейчас мы тоже обязательно сердечко покажем. Я бы, естественно, хотел бы вообще пофайтиться с каким-нибудь неплохим таким соперником. Тут, кстати, у нас, опять-таки, тоже Ил имеется. Это Ил Влад. Это тоже все свои. А жалко, конечно, я бы не прочь бы слить парочку таких топовых ребят. Но они свои, поэтому мы их не трогаем. Так, где же все-таки такие же какие-нибудь жнецы, как я? Я бы хотел бы именно с ними пофайтиться за так. Одного сейчас вот этого индюка я слопал. В принципе, за него мало дают, но тоже хоть что-то да есть. Так-так-так, что-то я посмотрел. Вообще у нас никого нету вот ближе к моему рангу. Только либо сильнее, либо слабее. Поэтому давайте мы будем тусоваться здесь, где у нас много и много вот таких солушек имеется. Думаю, сейчас мы их, естественно, посливаем. И в итоге апнемся до нашей следующей эволюции. Давайте мы как раз-таки, наверное, чекнем наш замок снежный. Посмотрим, есть ли у нас там кто-нибудь. Потому что я все-таки надеюсь на то, что все солушки испугались то, что я там тусуюсь справа. Поэтому они полетели в левую сторону. Ну да, смотрите, одна совушка здесь у нас есть. А еще есть тут кто-нибудь у нас? Да, смотрите, вот тут у нас есть еще одна сова. И еще у нас тут ястреб полетает, да? Так, ястреб, иди-ка сюда, иди-ка сюда, дружочек. Ага, смотрите, смотрите. Он сейчас пошел в наш замок. Давайте мы сейчас сделаем вид, что мы взлетаем сюда. И в итоге... Опа! Ястреб не ожидал. Ага, смотрите, хитрый, хитрый. Я думаю, что он не успеет нифига. А в итоге он успел, да еще и как. Так, ну ладно, мы тогда сейчас потихонечку взлетаем, лопаем нашу вот эту совушку. И в итоге получаем, наконец-таки, еще небольшое количество опыта. Блин, я бы хотел уже вот с этими пофайтиться. Но, к сожалению, эволюция еще не позволяет. Поэтому мы сейчас будем апаться, 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 пока не достигнем нашей последней эволюции. И вот оно, друзья, случается просто волшебство. Вы посмотрите на этот новенький скин. На самом деле выглядит просто супер классно. Он очень яркий, очень прям бросается в глаза. И вместо косы у него вот такая волшебная палочка. Давайте мы тогда сейчас пройдемся по нашему сервачку. Посмотрим, как реагирует на наш скин наши вообще ребята. Наши соотечественники, да и не только. Вот смотрите, у нас тут, кстати, вот такой топ-3 прошел, да? Так, дико. Что ты мне скажешь насчет моего скина? Смотрите, пока что он летает, ничего не говорит. Ну, будет ли какая-нибудь реакция, а? Да, смотрите, он показывает мне лайк. И это, конечно, радует. Поэтому давайте мы тогда сейчас тоже ему покажем лайк. Скажем, что молодец, что оценил. Ну и в итоге давайте пойдем сейчас еще немножечко полетаем. Найдем какие-нибудь укромные такие местечки. И я бы хотел бы еще бы вот себя послевать Ола и Ола. И серьезно, вот это было очень даже обидно. Буквально, опять-таки, одной тычки, ребятоньки, не хватило. Почему мне так всегда везет? Я не знаю, ребятоньки. Поставьте кучу лайков, чтобы в следующий раз я хотя бы забрал. И так, все, отлично. Я восстановил уже свои хпшечки. И вот, кстати, это Ола, с которой я сражался. Единственное, у меня сейчас есть одна кое-какая проблемка. И заключается она в том, что у меня сейчас вообще практически нету водички. Поэтому мы сейчас как-нибудь по-быстренькому идем вот сюда. Пьем, естественно, водичечку. Восстанавливаем ее до полного. И в итоге идем сражаться с нашими топперами. Потому что я бы хотел бы все-таки кого-нибудь слить, чтобы у меня уже было больше 500 тысяч очков. Не важно, кто это будет. Главное, чтобы мы все-таки смогли его выиграть. И, блин, я уже столько летаю по карте и все не могу найти наших противников. Хотя, во-во-во-во, отличный момент. И есть, вы это видели, ребят? Просто ловкость рук и никакого мошенничества. Я не знаю, как так получилось, но я успел прям умудриться взять и один удар нанести, чтобы забрать того самого топпера. Нашел я сейчас еще одного топпера. Он, кстати, состоит в клане Лекс. И, в принципе, вы можете заметить то, что сейчас он пытается найти такую самую хорошую позицию. Это упереться вот в эту верхушку. И, в итоге, начать просто друг друга фигачить, кто первее ударит. Но я не буду пробовать эту позицию, потому что она для меня очень проигрышная. Так, смотрите, хороший момент, кстати, был. И, блин, я случайно нажал все-таки на один прыжочек. И, в итоге, слишком высоко улетел от нашего топпера. И, блин, смотрите, спрятался в облачко. Теперь он даже не хочет выходить. Теперь мне тогда приходится просто тупо ждать, ждать и ждать, пока он выйдет отсюда. Так, ну ладно, давайте я пока что пойду попью водички, потому что я, в принципе, смотрю, у меня ее как-то слишком маловато осталось. Главное, чтобы наш топпер не прилетел сюда. И, блин, вот смотрите, как будто я накаркал. Так, 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 получай, получай, получай. Офигеть! Я еще и выиграл! Ребята, вы это видели? Несмотря на то, что у меня была очень-очень даже плохая позиция, мне как-то вообще повезло. И я умудрился даже еще и выиграть. Ну что же, а на этом, я думаю, можно заканчивать наш видеоролик. Если вам понравилась эта серия, понравился скин, напишите обязательно об этом в комментарии, а также наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok